Как сделать город максимально комфортным для жизни? Ответов на этот вопрос ждут от каждого участника Амур-экспофорума. Теме «Умного города» даже посвящен отдельный круглый стол, на котором смогут выступить и законодатели мира высоких технологий – японцы. Они уже заинтересовались Амурской выставкой и планируют поделиться своим опытом. Это системы энергосбережения, это системы организации на скромных площадях жизненного пространства, очень комфортного, это системы «Умных домов» так называемых и так далее, системы озеленения, системы «Умных парковок». На Амур-экспофоруме будет затронута еще одна не менее интересная тема – сотрудничество операторов мобильной связи России и Китая. Однако детали этого семинара организаторы пока не раскрывают. А вот к проекту создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа вовсю готовы привлекать потенциальных инвесторов в случае успешного прохождения пакета документов на федеральном уровне. Буквально на днях завершилось заседание под комиссией, очередное заседание под комиссией по сотрудничеству в области транспорта, где очень важные решения были приняты и подвижки отмечены в реализации проекта. И так вот, этот проект особой экономической зоны, он является логической, можно сказать, составляющей или дополнением проекта строительства мостового перехода, потому что во многом именно позволит усилить логистическую функцию, транзитную функцию нашего мостового перехода, ну и экономическую составляющую. Что касается самой выставки, то сегодня в ней пожелали участвовать уже почти 140 организаций. Важно, что в этом году малый и средний бизнес может получить компенсацию за участие. Это касается предприятий с Благовещенской, Белогорской и Свободного. Право на субсидии участник удается при соблюдении нескольких простых условий. Предоставление пакета документов, подтверждающих факт участия в ярмарке и понесения расходов на участие в выставочных мероприятиях, а также, ну и обязательным условием везде является отсутствие задолженности по налогам, а также регистрация субъектов предпринимательства именно на тех территориях, где будет оказываться потешка. Размер субсидий составляет 2 трети затраты на участие в ярмарках в пределах 30 тысяч рублей. Заявление на компенсацию предприниматели могут подавать в местные администрации сразу после окончания Морэкспофорума. Специалисты министерства уже подсчитали, что средств хватит для 80 участников. Выставка пройдет с 19 по 22 сентября в общественно-культурном центре. Наталья Шлямова, Иван Черных, Альфа Новости.